В зале администрации прошла 51-я сессия Собрания депутатов 5-го созыва под руководством председателя Собрания городских депутатов Зайгид Салима Дадаева. С основным вопросом повестки дня о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе в 2016 году и пяти месяцев 2017 года и мерах его улучшения выступила начальник территориального отделения Управления Роспотребнадзора по республике Дагестан в городе Хасавюрт Аида Амарова. Основные направления деятельности – это деятельность по обеспечению биологической безопасности, надборная деятельность, социально-гигиенический мониторинг, работа с обращениями граждан и другие. Комплекс проводимых организационных, практических и санитарно-потивоэктивистических мероприятий обеспечивает недопущение на территории города чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, способствует стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Наряду с положительными моментами проделанной работой управлением Роспотребнадзора есть, конечно, и упущения, которые необходимо исправлять, отметила Амарова. В ходе доклада также были приведены цифры и факты, сравнивая их с аналогичным периодом. Достигнуто снижение заболеваний по 19-м аналогическим формам инфекционных заболеваний. Не регистрируются в последнем году такие заболевания, как тушной цифр, полиурниги, острый гепатит, бейтси, коплюш, дифтерия, пешенство, лектостероз, физическое взятство и другие. С конца 2016 года по февраль 2017 года регистрировались случаи кори. До сих пор продолжают регистрироваться случаи препаратива. В 2016 году в сравнении с 2015 годом отмечается снижение инфекционной заболеваемости, общей инфекционной заболеваемости на 15%. По завершению отчёта докладчику был задан ряд вопросов, касаемые санитарного состояния рынков, где реализуются мясные и молочные продукты. Также говорилось о контроле уличной торговли за соблюдением санитарных норм, что практически отсутствует на многих торговых объектах города. В своём выступлении заместитель главы администрации Исмаил Дадаев обратился к начальнику управления Роспотребнадзора по Хасавюрту работать в полном взаимодействии с муниципальными органами. Показатели хорошие, а работы конкретной оказания помощи в обратной связи с администрацией города, с нашим подзаделем у вас нет. Теперь по медицинским пунктам, которые в наших посёлках по территории городского округа расположены. Какой медицинский пункт, например, у вас получил заключение о соответствии с санитарными нормами, если даже не соответствует пойти туда, дать консультацию, совет, как она должна, какие требования предъявляются санитарными правилами, эти консультации тоже вам не даются. В этом плане, вот у меня пожелание к вам в дальнейшем сотрудничать в полной мере с администрацией города. По завершению выступления и дополнений к отчёту начальника Роспотребнадзора города Хасавюрт Аэды Амаровой, депутатским корпусом было вынесено решение считать санитарно-эпидемиологическое состояние города неустойчивой. Амаровой принять действенные меры по повышению эффективности государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выявлению и ликвидации опасного и вредного влияния окружающей среды на здоровье городского населения, выполняя требования законодательства и дан ряд рекомендаций. Далее был рассмотрен вопрос о состоянии очистных сооружений города. На сегодняшний день в следствии того, что очистные сооружения города полностью не работают, произошло подтопление территории очистных сооружений городскими колонизационными стоками в следствии того, что коллекторы сооружений заострировали системы разрушения. Происходит неконтролируемый выброс стоков в открытое поле. Информацию об утверждении положения, о порядке оформления без хозяинного имущества муниципальную собственность городского округа город Хасавюрт и о порядке установления выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе город Хасавюрт, предоставила главный специалист юридического отдела Анжела Ошитова. По завершению обсуждения вопросов повестки дня главный врач Центральной городской больницы Алжана Адгаджиева обратилась к депутатам городского собрания с предложением оказать содействие в организации обеспечения работы медицинских пунктов в микрорайонах города.